Всем привет! С 7 утра мы едем, это шаттл в аэропорт, поставили машину на парковке. И сегодняшний выпуск будет о том, как мы из Германии попали в Одессу, в Украину, в период коронавируса, когда ничего не понятно, какие тесты когда нужны, когда не нужны. У нас уже вот такая голова квадратная на эту тему. Но пока этот путь не пройдешь, ничего не узнаешь. Вот в этот раз мы его пройдем и все покажем вам и узнаем сами заодно. Наш дорогой зритель, сегодня хотя бы минут на 20 вам придется забыть о хронологии событий. Иначе вам было бы так же скучно, как нам до того, как мы приземлились в Одессе. Вы скажете, а что же там скучать 2,5 часа? Ну конечно, мы тоже так думали, но не спешите делать выводы. Все впереди. Вот сейчас, например, вы видите апартаменты и ужин в Дюссельдорфе предыдущим вечером. Тогда мы наивно думали, сидя под дождем в машине с детьми под дверью закрытого дома, вызванивая вечернего дежурного специалиста компании Booking, потому что хозяева не отвечают, что это самое плохое, что нас ожидает. Конечно, после того, как нам уже перенесли перелет на неделю позже. То есть, 7 денечков в Одессе у нас пандемия уже украла. Но вечер закончился тем, что Booking оплатил нам вот эту красоту. Благо, дело, мы много путешествуем и являемся VIP-клиентами этого сервиса. Снимаю маску в укромном уголочке. И вот вам расскажу, что обычно из этого аэропорта летает 20 рейсов в день, в сутки. Сегодня их только три. Конечно же, все это из-за коронавируса. Пока мы прошли этот контроль, где выкладывали все свои телефоны, планшеты и все остальное, сапоги снимали. Но про тесты нас никто ничего не спросил. Якобы это все будет уже в Украине. Мы надеемся на то, что сможем сделать тест прямо в городе, даже не в аэропорту. Но посмотрим, что будет, как нам там уже, нас будут на что настраивать и что нам будут говорить. Какая одна здесь. Видите, вот у меня в ряду никто не сидит. Я картенько сниму вам и скажу, что мы уже сели в самолет. Рейс у нас через 20 минут. Пока все по плану нормально и спокойно. Мы сидели в самолете и думали о том, как будем совмещать такие ненавистные нам всем изменения жизни в виде ограничений правил, глазящих, что по прилету нужна справка об отсутствии вируса и регистрация во всеукраинском мобильном приложении в дома. С тем, что у нас море родственников и друзей, куча дел и очень мало времени. Мы планировали съемку выпуска для канала, а значит для вас, дорогие зрители, о наших друзьях в шикарном дуэте «Алансия». Меня зовут Анастасия. Меня зовут Алексей. Вместе мы дуэт «Алансия». Акробаты, воздушные, напольные, всевозможные. Алексей и Анастасия начали свой творческий путь, каждый по отдельности в раннем детстве. Их истории любви уже 12 лет, а творческому дуэту 10. Зритель не видит двух-трехчасовых ежедневных тренировок, не знает, что лень – это слово, значение которого Настя и Леша просто забыли. А мы наблюдаем только умопомрачительные полеты на высоте до 15 метров и чувствуем искорку, спускающуюся к нам с высоты. А ребята тем временем признаются, что получают космическое удовольствие от полета, хотя в их профессии не обходится и без риска. Обязательно досмотрите выпуск до конца, и вы услышите историю трудностей перевода с китайского, приведшую к тому, что дуэт завис вверху без страховки. Но сакральная фраза стюардессы «Граждане, пассажиры, просьба соблюдать спокойствие» прервала наши планы и мечты. Очень мы надеялись прилететь в Одессу. Ничто не предвещало такого исхода событий, но нас посадили в Констанции, в аэропорту в Румынии. И вот кружили мы там в небе. Раза три пробовали пилоты посадить самолет, из-за сильного тумана ничего не получилось. И теперь мы в Румынии, прямо в самолете, во время как его заправляют, ждем, что с нами будет дальше. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ну, Мишек среди нас не было, а одесситы все, кроме самой младшенькой дочуры Штефани, которая родилась в Германии. Так что пока в самолете царили абсолютно различные настроения, кто-то паниковал, кто-то требовал компенсации, а кто-то, предварительно заправившись изрядной дозой увеселительных напитков, во время дозаправки самолета в Румынии пытался выйти покурить и требовал подать маршрутку, которая довезет их домой. Мы помнили о том, что каждый, даже маленький одессит, растет с огромной мыслью о том, что в Одессе все самое лучшее. И погода, и архитектура, и кухня, и главное – люди. А еще наш родной город славится тем, что где бы ты ни жил, его можно возить за собой в душе. В данном случае мы привезли Одессу обратно в Дюссельдорф. Вы спросите, как и почему? Смотрите. Вот сейчас 17.40, и это все приключение у нас заняло больше 9 часов. Примерно где-то так, потому что в 8.35 мы вылетали на Одессу, а сейчас мы находимся опять в Дюссельдорфе. Мы вернулись обратно из-за погодных условий. В общем, все остальное расскажу потом. Сегодня наши происшествия похожи на путешествия итальянцев в России, приключения, вернее, итальянцев в России. Кто жил в Советском Союзе, помнит этот фильм. Вот примерно так же, как этот чувак, который без паспорта был, вот так же мы провели сегодня в самолете 10 часов, включая три попытки сесть в Одессе, потом еще одну после Констанции. Все вот это вот как-то вот так вот было. Но закончилось все, еще не закончилось, конечно. Завтра нам пообещали вылет в 10 утра. Мы надеемся, что это все закончится посадкой хорошей, нормальной, мягкой в Одессе. Пока промежуток очень хороший. Нас привезли, вот видите, в какой отель. Вот за счет компании Ryanair. В самолете так это не выглядело, что будет все так хорошо заканчиваться. Но тем не менее, попозже выяснилось, что они все-таки позаботились о пассажирах, потому что в самолете нас и не кормили бесплатно, и еда была какая-то ужасная, у них пооставались одни какие-то сладкие батончики в перемешку с чипсами, с каким-то уксусом ужасным. В общем, тихий ужас был. Но вечером все-таки ситуация вот исправилась. Кроме теплого, чистого и красивого номера, мы еще получили ужин, видите, вот по такой системе буфет. Каждый брал, что хотел. Очень хороший выбор. Компания Ryanair компенсировала нам все, получается, и проживание, и питание. Нам очень все понравилось. А еще мы тут заметили на улице такую прикольную систему, как рождественский рынок, который можно посещать только на автомобиле. То есть по территории ездят машины. Конечно, это не та атмосфера, которую мы встретили позже в Одессе. В Германии действует куча правил, а здесь город живет своей жизнью. У нас, прилетевших оттуда, где поголовно, в людных местах, все в масках, в гости может приходить только один взрослый с детьми до 15 лет. А в случае нарушения штрафы такие, что уши в трубочку сворачиваются. В Одессе сложилось впечатление, что чем жестче ограничения, тем с большей высоты одесситы на них плюют. Парковки на подъездах к Коперному и Думской площади забиты. Все одесситы на улице обнимаются с Дедом Морозом, наслаждаются вкусом сладкой ваты и вполне себе немецким глинтвейном, произведенным, скорее всего, по традиции существующие еще со времен Остапа Бендера, так и вся контрабанда в Одессе на Малой Арнаутской улице. Сегодня опять пробуем вылететь на Одессу. Вот опять утро, чуть-чуть позже у нас вылет, чем вчера. Нормально нас покормили, опять завтраком. Проснулись мы довольны, намытые, собранные, переодетые и летим опять в Одессу. Мы в Одесском аэропорту приземлились с пятого раза. Вчера четыре раза пробовали, ничего не получилось, вы уже об этом все знаете. Вот, а сегодня все прошло успешно, удачно, в Одессе хорошая погода, солнце, мы очень рады. Весь самолет сумасшедший как-то радовался, когда мы сели, хлопали, как маленькие дети все. Вот, так что мы на родной земле. Возвращаясь к разговору о том, что для Одессита здесь все самое хорошее, нужно подытожить, что Одесса нас приняла не сразу. Погода подвела и украла еще одни такие ценные сутки. Но люди как были, так и остались наилучшими. Начиная с приветливой девушки на паспортном контроле, которая сообщила нам, что с пониманием относится к тому, что мы не можем активировать приложение в дома, которое отслеживает местонахождение по адресу, когда вы на карантине, на немецкий номер. И передала нас еще одному отличному, нужно вам сказать, парню из полиции аэропорта, который, узнав, что мы здесь всего на 6 дней, сказал нам что-то вроде «Сделайте так, чтобы я вас долго искал и желательно не нашел». Ну, мы рады стараться и бегом отправились прочь из аэропорта тратить сэкономленные на справочках деньги. Вы же не забыли, нас 5 человек. Вы знаете, как эти, которые в Тулу ездили со своим самоваром, так и здесь. В Германию ехали в душе с Одессой, везли ее с собой, а прилетели в Одессу со своей Германией. Я не зря сегодня в футболочке от Европа-парка. Там мы познакомились с ребятами, нашими любимыми, дорогими друзьями, которые выступали на сцене в Европа-парке, были артистами, а мы – зрителями. За то время, пока мы знакомы, сдружились не только мы, но и наши дети. И пока они резвились в развлекательном комплексе, Настя и Леша все же рассказали нам историю о вспотевших ладошках. И хотя погода так и не позволила нам снять полный выпуск о дуэте, я думаю, вас, как и нас, впечатлит по-настоящему одесское, позитивное отношение к такой, честно скажем, непростой ситуации, изложенной пусть и не в полном интервью, а в коротком рассказе. Добрый вечер! А, добрый день! Откуда вы? Мы из Украины, из города Одесса. Из Одессы? Мой любимый город! Итак, наша самая интересная история. Ну, как интересная, экстремальная, из нашей практики более 10 лет. Да, когда спрашивают, в чем риск нашей работы, вот это один случай такой вот, когда был риск нашей жизни, когда мы застряли на 13 метрах на высоте. Дело было в Китае, заехали мы туда всего на 4 дня контракт, коротенький, думаем, сейчас отработаем, уедем, ничего не предвещало, ничего необычного. Да, то есть мы приезжаем, обучаем человека, обычно это день-два. Ну, обучаем на лебедке. Да, кто нас будет ассистировать, поднимать вверх и опускать вниз. Ну, Китай, дело тонкое. Началось все с того, что там лебедка необычная, там целый какой-то космический корабль, у нее пульт, это большой монитор, на котором нет никаких кнопок. Там сенсоры сплошные, все с иероглифами. Ну, обучать китайца, конечно, было очень сложно, поэтому мы воспользовались частой практикой одного из артистов, попросили. Мы взяли коллегу нашу, девочку, она без проблем согласилась. Но коллега наша ничего не понимала на китайском, и на экране у нее были одни иероглифы, и показали место. Это вверх, это вниз, две точки вот на экране, все. И этот китаец, который показал, показал и ушел. На обед. Дальше сами, да. Он на обед ушел. Не успели мы начать. Нашу первую связку, поднимаемся. Да, эта девочка, ну, мы говорим, давай, она говорит, сколько поднимай, говорим, на максимум. Она нас подняла на максимум, а там максимум, превысил максимум для этой лебедки. И она заблокировалась, потому что там у них стоял какой-то датчик, лимит высоты. Она как-то ее превысила. Мы так смотрим вниз, так говорим, вниз. Она говорит, я жму вниз, а она не едет вниз, эта лебедочка. И мы поняли, что вот он наш звездный час. Момент пришел, да. Элемент был не самый легкий, потому что Леша был в заднем, это такой бланш. Вот, я у него на спине, как бы это все без страховки. Я держалась только за Лешу. Леша держался за ремни, но там не было никаких штрипок. Он тоже как бы на своем хвате держался. Это все было на его силе, на его силе рук. И когда мы поняли, что надо что-то делать, и никто нас пока не спасает, я начала как-то переходить уже на ремни, чтобы немного облегчить ему эту ситуацию. И я повисла на ремнях, Леша перевернулся тоже. И вот так мы около трех минут, наверное. Наверное, там было 2-3 минуты, нам казалось, что-то вечность. Внизу джигиты кричат, может, вам маты вынести. Да, спрыгните, мы смотрим. Маленькие маты там прыгать можно уже и без матов прыгать. Эффект будет один и тот же, перелом и скучно. Да, сейчас рассказываю, даже ладошки вспотели. Да, у меня тоже, кстати, я не ожидал. Реально. Это где-то в голове отложилось. Ну, в общем, каким-то чудом нашли этого китайца через эти 2-3 минуты, которые были в вечности. Он там это все разблокировал. Мы когда приехали, у меня руки просто как в судороге. Все тело, конечно, тряслось. В этот день мы уже не репетировали. Первые секунды висишь, думаешь, ну ладно, потерплю. А потом уже начинаешь думать, ой. Ты чувствуешь, как оно медленно все разгибается у тебя уже. И ты так уже... И так уже кажется, что секунды тянутся. Ты уже начинаешь рисовать себе картины этого всего, исхода. Непонятно какого, благополучного или не очень. Да, и вот когда спрашивают, да, какие минусы нашей работы, мы о них не хотим думать, но вот это, да, это риск жизни. И вот он... Ну, слава богу, закончилось все хорошо. Да. Мы сказали, в этот день мы больше не репетируем, но на следующий день мы пришли и все отрепетировали, и от выступали. Ну, главное, как на это все смотреть. Мы всегда на все смотрим с позитива, все нормально. Да, и даже со временем, вот как видите, мы с улыбкой это вспоминаем, хоть и ладошки потеют. Ну, вот так. История ребят, как и наши приключения с самолетом, учат ценить жизнь здесь и сейчас. Мы ехали в аэропорт, чтобы лететь обратно в Дюссельдорф и перечитывали старые сообщения наших родственников и друзей, написанные за время нашего перелета из Констанции в Дюссельдорф, где они удивлялись, что мы пропали с радаров и после Румынии, до того, как мы сами написали, что вернулись в Германию, никто не понимал, где мы. Мы вспоминали, как на утро самолет был полупустым, а значит, не все решились снова лететь, а может быть и вообще летать. Как среди пассажиров нашлись те, у кого родственники имеют отношение к авиации, и, глядя в приложение для внутреннего использования, видели, что мы летели на недопустимо для полного самолета и полного бака большой высоте. Почему это было так? И почему всем пришли письма о том, что рейса на Одессу как бы и не было, а был только Дюссельдорф Констанца? Это вопросы из разряда тех, ответы на которые мы никогда не узнаем. Да и надо ли? Главным для нас было то, что из двух вариантов подумать, что при таком количестве сложностей поездку нужно отменить, восприняв все эти приключения как знаки, указывающие на то, что ну не надо, и все-таки довести начатое до конца, получить кайф от общения с родным городом и людьми, мы выбрали второе. И не ошиблись. Все, Одесса остается позади нас, не только на этой надписи, а и в принципе своем. Мы улетаем обратно в Германию. Надеемся, что этот рейс будет удачнее, быстрее и по плану, чем был прилет сюда.